Историческое место города в запустении. Когда-то там играла музыка и был слышен детский смех. Сегодня городские джунгли. Люди старшего поколения с ностальгией вспоминают парк ветеранов и надеются на его возрождение. Шанс на это появился, когда объект вошел в число финалистов федеральной программы благоустройства. Друзья детства Николай Романовский и Владимир Красильников с рождения живут в Ленинском районе. Мальчишками они прибегали в парк ветеранов кататься на аттракционах. Недалеко был и первый городской пляж, где ребята купались в жару. Сегодня они сами ветераны, но до сих пор приходят сюда каждый день. Зимой катаются на лыжах, летом на велосипедах. Только вот сам парк пришел в полный упадок. Здесь такой был парк красивый. Здесь было чертово колесо, карусель. Мы здесь ходили. Был шикарный пляж, куда мы ходили с родителями. Лодочная станция. Здесь просто все кипело. Здесь был такой отдых, а все сейчас забросили. Мы вот пошли на пенсию, да, и вот даже негде отдохнуть. Вот верить нет. Просто слезами вот обливается сердце. Забросили парк ветеранов напрочь. Ну я понимаю, что мамы с колясками должны гулять. Во-вторых, мы тоже должны как-то скандинавской ходьбой заниматься, ходить на лыжах по этому парку. Но это уже нет. Неужто трудно пробить это все и восстановить? Это не так уж много. Мы же не просим там мраморные скамейки нам тут понаставить. Хотя бы элементарно для отдыха. Но это уже не делается. Шанс на перемены появился в этом году. Парк ветеранов стал одним из финалистов программы благоустройства формирования комфортной городской среды. Если за него отдадут большинство голосов, в следующем году здесь начнутся масштабные работы. Городостроители планируют постепенно расчистить и восстановить исторический облик территории площадью 36 гектаров, а также прилегающий пляж. Если проводить это мероприятие в рамках городской комфортной среды, то в один момент все мероприятия эти сделать не удастся. Это совершенно точно и совершенно очевидно. Горожане смогут озвучить свои предложения по благоустройству этой и других территорий финалистов до конца следующей недели. Лидера выявят в ходе голосования, которое пройдет 2 и 3 сентября.